Здравствуйте! Светлана Викторовна, ну вот слышим, ОРВИ атакует Череповец, Череповчан. Вообще вот нам страшно, а вот с точки зрения медицины, все ли так страшно на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день надо сказать, что Вологодская область и в том числе город Череповец, они превысили порог эпидемической заболеваемости. Заболеваемость на сегодняшний день действительно высокая, но она не настолько критична, что можно ее пугаться. То есть эта ситуация случается практически каждый год. Каждый год мы с ней справлялись, надеемся, что и в этом году мы справимся. По статистике за прошедшую неделю, то есть с 1 по 8 февраля, в городе Череповце впервые зарегистрировано 6,5 тысяч случаев заболевших ОРВИ и гриппом. Из них 80% это дети, причем 52% это дети дошкольники и 48% соответственно это школьники. Грипп регистрируется, регистрируется сезонный, невысокопатогенный, то есть тот грипп, который мы в принципе ожидали, от которого вакцинировали осенью, потому пока все под контролем. На этой неделе за 9 февраля зарегистрировано уже около 2200 человек заболевших, то есть 6,5 за прошлую неделю и 2200 уже за понедельник этой недели. То есть все равно налицо пока отмечается рост заболеваемости. 35% заболевших из обратившихся в понедельник это школьники. Ситуация еще раз повторяю под контролем. Конечно в детских лечебных заведениях на сегодняшний день увеличились очереди, потому что нагрузка на врачей соответственно увеличилась. Увеличилось количество вызовов, но организованы отдельные входы для заболевших, остро заболевших детей, организованы кабинеты первичной медицинской помощи, то есть помощь оказывается на местах своевременно, но с небольшими конечно очередями. Светлана Викторовна, а вот каковы причины заболевания? Это погода влияет или может быть друг от друга люди заражаются? Вообще как заражаются ОРВИ? Общепризнанно всегда говорили, что простудными заболеваниями ОРВИ и гриппом можно заразиться воздушно-капельным путем, то есть при разговоре, при чихании, то есть когда зараженный вирусом человек, он чихает и кашляет, выделяет во внешнюю среду микрочастицы со слюной и с вирусом, и тем самым эти вирусы попадают на слизистую уже здорового человека. На сегодняшний день не менее актуальным является такой путь заражения, как контактно-бытовой, то есть через руки. Мыть руки на сегодняшний день остается очень актуальной проблемой, особенно если люди работающие, у них нет близко источников воды и так далее, значит нужно использоваться гигиеническими гелями, спреями, которые тоже есть в аптеке. И завести себе такое правило, руками не трогать слизистые, ни глаза, ни нос, ни губы, потому что именно эти слизистые являются входными воротами для инфекции. Почему наблюдается рост заболеваемости? Ну, мы всегда говорим о погоде. Вот в этом году она неустойчивая, то тепло, то холодно. На самом деле нет единого мнения, почему в осенне-зимний период наблюдается этот рост. Ученые еще думают на эту тему, потому что ведь есть страны, в которых зима всегда неустойчивая, тем не менее там не регистрируется вспышек заболеваемости. Ну, это работа для ученых в дальнейшем. Да, вот как раз я где-то слышала, что холод вообще не влияет на заболеваемость, все только человек. Конечно, это все только люди. Может быть, есть такой момент, что к середине зимы, даже к концу зимы идет ослабление иммунитета, все-таки не хватает нам солнечного света, больше люди находятся в помещениях, где концентрация попавшего вируса, она значительно увеличивается. И это определенным образом влияет на увеличение заболевших людей. То есть один человек может заразить целый коллектив, да? Поэтому, наверное, стоит и не приходить на работу, если вдруг симптомы. Да, героические поступки таких заболевших работников, пожалуй, может оценить, ну, скажем так, руководитель не очень дальновидный. На самом деле первые признаки заболевания должны послужить все-таки сигналом остаться дома. Во-первых, и работа будет неэффективна, во-вторых, и заболевший будет болеть и дольше, и сложнее. Ну, и коллектив, возможно, мы сохраним все-таки здоровым. Светлана Викторовна, ну, сейчас такое время, что не секрет, многие переносят эту болезнь на ногах, все-таки ходят на работу. А вот какие вообще последствия могут быть для организма, если переносить простуду на ногах? Организм получает задачу в виде ОРВИ или гриппа. Он с ней должен справиться, а мы ему мешаем тем, что мы выполняем свои, ну, ежедневные там обязанности. Пусть это будет труд физический или умственный. Мы отвлекаем силы организма на другие, как говорится, проблемы, и тем самым затягиваем само заболевание. Мало того, что возможно осложнение, потому что если человек на работе, невозможно представить, что он будет все соблюдать те, ну, те лечебные мероприятия, которые, может быть, он когда-то слышал, а может быть, ему и прописал врач. То есть невозможно обеспечить, там, хотя бы полупостельный режим, обильное питье. Трудно себе это представить, когда человек находится на работе. Тем самым мы получаем, как правило, осложнение от ОРВИ и гриппа. Вот слышала, что даже на сердце это как-то может повлиять. Вот так ли это? Да, для ОРВИ и гриппа в том числе характерны так называемые послевирусные миокардиты. Это опасно. Как правило, они развиваются на конце даже, ну, скажем так, нормально текущей инфекции. Такое тоже возможно. То есть даже если человек все соблюдает, все зависит от того, в каком состоянии здоровья человек подошел к этой инфекции и с какой инфекцией он встретился в конечном итоге, если человек не соблюдает вот эти все лечебные мероприятия, то риск получить вот даже такие опасные осложнения, он значительно увеличивается. Вот хорошо, сели мы на больничный, сидим дома. Ну, это не секрет, многие начинают заниматься домашними делами тут же. Время же освободилось. Вот можно ли, да, вести активную такую деятельность дома? Ну, смотря какими делами. Понятно, что мыть окна и там полы, наверное, все-таки не стоит. Ведь когда человек отдыхает дома, он действительно должен отдохнуть и сосредоточить все свои силы на борьбе с инфекцией. То есть это полупостельный режим, который усиливает, вот положение лежа, оно усиливает кровоснабжение витекучек. Выводится эта инфекция и с почками в том числе. То есть это очень важно, и мы зря этим пренебрегаем. Такими моментами, даже не лечебными, а как обильное питье и постельный и полупостельный режим, этого и то бывает достаточно, чтобы за три дня почувствовать себя уже здоровым человеком. А вот как нам разобраться в многообразии препаратов, которые лечат простуду? Потому что вот по себе знаю, по своим знакомым, вот есть у нас какие-то лекарства, которые проверены годами, сразу закидываемся. А может ли быть такое, что они и не помогут, и мы зря это делаем? Ну, на сегодняшний день хочу сказать одно, что реклама лекарственных препаратов, которую мы видим и по телевидению, и в средствах массовой информации, это надо сказать, что реклама, она является всего лишь двигателем торговли. Задача продать тот или иной препарат. То есть человек, который не имеет медицинского образования, он на самом деле не разберется, потому что инструкции, как правило, написаны непонятным языком, конечно, консультацию должен давать врач. Нет универсального препарата, который бы нам помог бы справиться с той или иной болезнью, вот исключительно из рекламных акций и так далее. Мало того, на сегодняшний день я хочу ответить, как практикующий врач, те противовирусные препараты, которые вот в широком пользовании были буквально несколько лет назад, на сегодняшний день они малоэффективны. То есть все равно приходится уповать на заботу о своем здоровье и как до болезни, так и во время болезни. Потому что мы остаемся вот в борьбе с инфекцией, я имею в виду в медикаментозном плане, практически бессильны. То есть мы назначаем какие-то симптоматические средства, ну, грубо говоря, от насморка, от кашля. А с самим вирусом нам справляться очень тяжело, потому нам нужно помогать. Вот у нас есть вопрос от телезрительницы, мамы маленького ребенка, вот она спрашивает. Сейчас много препаратов иммуномодуляторов, многие родители в эпидемию начинают усиленно давать их ребенку. Не вредно ли это и вообще надо ли делать перерыв в приеме вот таких препаратов? Что это вот за препараты? Иммуномодулирующих препаратов на сегодняшний день огромная масса, они разнонаправленные, их много групп. Но хочу отметить, во-первых, с профилактической целью их применять нельзя. Как раз почему? Потому что в момент попадания инфекции в организм нам, в принципе, уже не остается резерва, чем бороться с этим вирусом. Что касается острой ситуации, то есть если только-только ребенок заболел, то применение этих препаратов возможно. То есть или в самом начале заболевания, или уже в конце. Когда идет разгар заболевания, вот если взять вирус гриппа, он ведь очень жестоко хозяйничает в нашем организме. И вызывает огромную бурю реакций иммунологических в том числе. И мы можем просто-напросто не угадать, в какую точку применения нам на сегодняшний день нужно попасть. И можем усугубить ситуацию. Вообще вот кто хуже переносит простуду, дети или взрослые? Вот почему? Ну вот что касается гриппа, то в группу людей, которые переносят это заболевание тяжело и с осложнениями, относятся дети до двух лет. Люди, которые имеют хронические заболевания и беременные. Недаром в группу риска по тяжелому течению гриппа включены беременные, они же включены в группу для вакцинации против гриппа. Светлана Викторовна, ОРВИ и грипп, все это простуда, но чем же они все-таки принципиально отличаются? Ну надо понимать, что грипп относится к острым респираторным вирусным инфекциям. Но не каждая острая респираторная вирусная инфекция является гриппом. Грипп это более жестокая инфекция, которая помимо, скажем так, дыхательных путей, она поражает и нервную систему, и иммунную систему. Значительно более тяжелая инфекция, потому что вовлекаются в процесс все органы. И длительное пребывание вируса в организме, оно провоцирует, ну скажем так, выраженную иммуносупрессию, то есть подавление иммунитета. Гриппом болеют тяжелее и выздоравливают от него значительно дольше. Даже если человек выписан, к примеру, на работу через 7 дней, то восстановление организма идет более 4-6 недель. Так называемые астенические синдромы. Даже без каких-либо осложнений человек чувствует себя значительно хуже, чем после, к примеру, ну обычной там риновирусной инфекции. Вирусов очень много на самом деле. Но от гриппа мы не зря прививаем, потому что именно он, ну вот из всей группы этих респираторных инфекций является самым жестоким. Вот вообще касаемо прививок, много сторонников, много противников. Вот вы как врач, поясните, чем полезны прививки? Ну, уже много лет мы прививаем от гриппа. Вакцинация против гриппа, она вошла в национальный календарь вакцинации нашей страны. Много лет мы не имеем вспышечной заболеваемости к гриппам. Мы все это относим как раз к заслуге вакцинации. На сегодняшний день я, конечно, за вакцинацию, поскольку, как я уже говорила, у нас нет препаратов, которые бы универсально помогали против гриппа. А инфекция, еще раз говорю, очень тяжелая. Одна из немногих, которая, даже если она не вызывает воспаление мозга и оболочек мозга, она вызывает нейротоксикоз. То есть выраженное страдание нервной системы. Видеть галлюцинирующего ребенка, это очень страшно. А грипп это делает. Потому вакцинация, это, пожалуй, единственный эффективный способ профилактики. Если даже человек заболеет, то, по крайней мере, тяжелой формы гриппа мы не получим. Осложнений мы не получим, потому что иммунный ответ уже будет хоть сколько-нибудь, но готов к моменту встречи с вирусом гриппа. Вакцинируем мы вакциной на сегодняшний день неживой. Раньше, когда мы были маленькие, нас прививали живую вакцину. Что это значит? Нам вводили живой вирус, и мы болели. На самом деле, когда вводится вирус, ослабленный организм переносит грипп, что называется поствакцинальный. В этой вакцине на сегодняшний день вируса нет. Там есть его частичка, но на которой вырабатывается достойный иммунный ответ. Если вирус в организм попадает, то организм уже вот по этой частичке вирус узнает и на корню остановит инфекцию. Об эффективности и, главное, безопасности этой вакцинации говорит тот факт, что даже беременных мы на сегодняшний день прививаем. То есть вакцины вот этого класса, они прошли испытания на беременных с целью защитить беременную женщину. Мало того, когда она уже родит ребенка, у нее в молоке будут готовые антитела против вируса гриппа, которые она даст своему малышу. И он будет защищен. Вот сейчас разгар эпидемии. Вообще можно ли делать прививку от гриппа и стоит ли или уже поздно? На сегодняшний день, конечно, это мероприятие проводить уже поздно, потому что большой риск заразиться. То есть в момент разгара поствакцинального процесса мы можем встретиться и, что называется, с дикой инфекцией. Мы можем усугубить ситуацию в плане вот тяжелого течения заболевания. То есть в разгар эпидемии никто не прививается. Конечно, можно рассмотреть теоретические варианты, то есть привиться и сидеть две недели дома, но навряд ли кто-то пойдет на такие жертвы. Светлана Викторовна, вот Вы сказали, нас выписывают через 7 дней, но организм теоретически восстанавливается 4-6 недель. А вот что нам тогда делать в эти 4-6 недель, чтобы, скажем так, поддерживать свое хорошее состояние? Ну, традиционно говорят, что в этой ситуации нужны поливитаминные препараты. Я за них. Но есть ведь и продукты питания, которые нас достаточно быстро могут восстановить. То есть на сегодняшний день лидером среди таких продуктов является имбирь. Корень имбиря. Традиционно остается мед, но надо помнить, что его надо принимать без горячей воды, потому что при температуре выше 40 градусов, то есть как мы любим чай с медом, все биологически активные вещества меда, они инактивируются. Актуальным остается лимон. Ну, лимон это в принципе поставщик витамина С. Это был многолетний уже опыт показывать, что витамин С помогает организму и справиться, и в дальнейшем выздороветь от инфекции. Но на сегодняшний день доказано, что немаловажным является и наличие цинка в нашем рационе. А он находится в таких продуктах, как печень, тыквенные семечки. Ну, наверное, нехорошо говорить, но в устрицах. Наверное, мы каждый день их себе позволить не сможем. Цинк сегодня в борьбе с инфекцией, в профилактике на первом месте. Я так понимаю, заболеть мы можем не один раз в год? Вирусов очень много, потому вырабатываем мы иммунитет исключительно типоспецифический, вот исключительно на этот вирус. Заразиться мы можем много раз. Задача, чтобы это все не вылилось в инфекцию, а для этого оздоровление круглый год. А как сделать так, чтобы вообще не заболеть? В эпидемию или вообще? Вообще не заболеть, вот даже не допустить, чтобы заболеть. Какие меры профилактики нужно соблюдать? Ну, во-первых, хочу сказать, что совсем не болеть, это тоже плохо. Иммунная система должна трудиться, иначе она найдет себе работу в нашем организме. В другой отрасли это еще хуже. Болеть нужно, задача редко и не тяжело. Чтобы совсем не болеть, ну, вот применяют, конечно, такие экстремальные меры профилактики, как морожевание, потому что все-таки там идет такая перестройка уже гормональная, такая стрессовая ситуация для организма, он все равно выживет, даже вот в ледяной воде. Наверное, и при встрече с другими проблемами организм справится. Но мне трудно давать советы, чтобы не болеть вообще. Светлана Викторовна, к сожалению, время эфира подошло к концу. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Вот лично я для себя очень много нового сегодня узнала. Спасибо. Ну, а я напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-инфекционист детской поликлиники номер 2 Светлана Федунова. Это была программа «Серьезный разговор». До встречи.